Ситуацию на финансовом рынке Александр Лукашенко обсудил сегодня с министром финансов нашей страны. Глава государства остановился и на вопросе долговых и кредитных обязательств. Президент считает недопустимым брать межгосударственные кредиты под 7-8%. Ведь на их погашение придется тратить золотовалютные резервы. Первый вопрос, Владимир Викторович, ситуация с бюджетом. Буквально по основным параметрам, как вы исполняете бюджет и есть ли претензии со стороны потребителей. Это огромное количество людей и предприятий. Буквально в трех словах. Основной вопрос. Кредиты и долги. Вы меня проинформируете о долгах, которые складываются на сегодняшний день и перспективах их погашения. Меня интересует больше будущий год, потому что в этом году у нас просматривается ситуация. Слава Богу. Думаю, что и в будущем немножко может даже полегче будет. Но это моя точка зрения. Я хочу, чтобы вы об этом доложили. И кредиты. Почему? Это тоже очень важный вопрос. Для меня в последнее время мне предлагают... Ну, просто просьбы приходят от правительства согласовать тот или иной межгосударственный кредит. Но проценты 7-8%. Я считаю, что межгосударственный кредит, тем более в золотовалютные резервы, такой кредит недопустим для государства. Поэтому я сразу же отправляю назад вам эти документы. Если это коммерческий кредит, другое дело. 7% это даже 8% там. Это нормально. Но брать в золотовалютные резервы такие деньги дорогие, я считаю, неприемлемо. Поэтому я хотел с вами вот по трем этим вопросам и посоветоваться, и послушать ваш доклад, каково состояние у нас и какая ситуация. При том, что у нас где-то инфляция меньше 10%, надо иметь в виду, что нам инфляцию большую иметь нельзя. Приоритет сокращение инфляции. На встрече речь шла и о бюджете. В этом году все обязательства, в первую очередь социального характера, выполнены. Сформирован уже и бюджет на 2016 год. В ближайшее время проект вместе с пакетом документов по прогнозу социально-экономического развития будет предложен главе государства на рассмотрение. Проект бюджета на 2016 год сформирован без учета динаминаций. Нам придется в ходе исполнения бюджета в середине года его трансформировать и под динаминацию. Бюджет, конечно же, сохраняется в социальной направленности. Он также спланирован, как и бюджет текущего года с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Мы рассматривали несколько вариантов бюджета и прогноза. И последний вариант, на котором мы остановились, это цена нефти, заложенная и в прогнозе, и в проекте бюджета. Это 50 долларов США за баррель. Курс российского рубля, максимально приближен к оценке наших российских коллег, 63 рубля за доллар.